В Хантамансийском автономном округе реализуют краудсорсинговый проект «Цифровые сервисы в Югре». Об этом мы и поговорим с директором автономного учреждения Центра «Открытый регион» Маргаритой Козловой. Маргарита, доброе утро! Доброе утро всем! Расскажите нам об этом проекте, что он из себя представляет, для кого он предназначен? Краудсорсинговый проект «Цифровые сервисы в Югре» это очередной окружной проект, который преследует, собственно, одну главную цель – услышать мнение югорчан, о действующих в Югре цифровых сервисах, и еще больше мы надеемся получить идеи для создания новых цифровых сервисов, которые так необходимы нам в жизни. Ведь сегодня каждый из нас пользуется как гаджетом, так и цифровыми сервисами, неважно, получаем ли мы госуслугу или заказываем ли мы себе еду на дом. И вот эта тема «Цифровые сервисы в Югре» будет после краудсорсингового проекта продлена. Одноименный хакатон пройдет в этом году тоже по этой теме. И те идеи, которые предложат югорчане на краудсорсинговом проекте, будут реализованы как раз программистами Югры, и мы надеемся, внедрены в нашу жизнь будут. Каковы сроки этого проекта? Мы стартовали 30 октября. Уже неделю идет генерация идей на нашей площадке краудюгры.рф. Тем не менее, еще целую неделю мы будем принимать заявки и идеи от наших активных югорчан. Предлагаем всем присоединяться, потому что и оценка всех поступивших идей, и их общественное обсуждение, и в том числе экспертное обсуждение будет проходить среди участников краудсорсингового проекта. Очень важно стать участником. Вот это первый этап, да. А как дальше потом будут происходить отборы участников и уже внедрятся сами проекты? Действительно, вы правы. Мы уже сейчас работаем по двум этапам. Это генерация идей и тематическое обсуждение. Дело в том, что генерируя идеи, мы не выкладываем их в публичную плоскость сразу. Сначала они проходят оценку на соответствие заданной теме. Ну, экспертная оценка. Да. А в число наших экспертов вошли достаточно весомые люди в этой отрасли, представители Депинформтехнологии, Югорского института информационных технологий и Powerhouse Telecom, и технопарка высоких технологий. И только после этого идеи поступят в публичную плоскость для общественного обсуждения и онлайн-голосования, выстраивания по рейтингу. Параллельно уже сейчас идет этап тематических обсуждений. Вот там дискуссия разворачивается в публичной плоскости между участниками краудсорсингового проекта. Там параллельно они в том числе обсуждают, насколько сегодня актуальны и удобны те или иные вещи, которыми пользуются наши жители. Ну, к примеру, недавно читала и общалась с участником краудсорсингового проекта по поводу веб-интерфейса сервиса «Электронный дневник». Это то, чем пользуется практически каждый родитель. Очень важно для родителей и для школьников, тем более в сегодняшнее время. Скажите, пожалуйста, вот для этих проектов, для этих идей существует какая-то форма заявки? Или это в произвольном виде можно подать? Вот я вот захотел сделать вот это, вот это, вот это. Или обязательно нужно оформить в каком-то виде? Никакой жесткой формы нет. На площадке удобная форма работы заявительного порядка в свободном стиле описывает участник свою идею. Главное, не компоновать несколько идей в одно сообщение, а разводить их по-разному, чтобы они все-таки имели шанс быть рассмотренными отдельно друг от друга. Давайте напомним сроки окончания приема заявок и куда можно обратиться, где можно посмотреть более подробную информацию, чтобы человек представлял, что ему нужно сделать, чтобы успеть подать заявку. Хорошо. Итак, ориентируемся на портал открытого правительства «Открытый регион Югра». В разделе «Краудсорсинговые проекты» вы можете найти всю информацию о проекте, дискуссии, участников, экспертов и оставить там свою идею. Отдельный вход напрямую вы можете использовать по имени crowdyugry.rf. До 16 ноября мы ждем ваших идей. На сегодняшний день статистика такова, что уже около полусотни идей сгенерирована на краудсорсинговой площадке. Более 100 участников ежедневно общаются на ней. Присоединяйтесь и вы к нам. Я знаю, что сам этот проект был 30 октября начат, да, стартанул в честь, я так понимаю, пятилетия Центра «Открытый регион». Да, совершенно верно, спасибо, что упомянули. Да, мы поздравляем вас с этой датой, желаем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы сотрудники не болели, воплощали идеи югорчан и чтобы ваш проект, который называется «Цифровые сервисы в игре» прошел на отлично. Спасибо большое за беседу. Благодарю вас. Спасибо.